Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал АМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала АМАРКЕТС, где каждый день мы публикуем конкретные торговые рекомендации по самым распространенным и ликвидным валютным парам. Каждый пост можно комментировать. Если у вас есть особая потребность и желание поторговать активом, который мы не рассматриваем, в комментариях пишите об этом. Я думаю, что специалисты компании АМАРКЕТС пойдут вам навстречу, я в этом абсолютно уверен, и подготовят идею именно по тому инструменту, который вам интересен. Ну что ж, давайте к повестке экономического календаря. Сегодня мы начинаем вовлекаться в более менее сильный фундамент по Штатам в плане макроэкономических отчетов. В предыдущей торговой сессии мы говорили с вами о таком понятии, как потолок государственного долга США. Лимит, который имеет очень большое значение для всех глобальных рыночных настроений. Потому что от того, как быстро будет решен этот вопрос, зависит, удастся ли американской экономике избежать такого понятия, как банкротство и дефолт. Я комментировал и в понедельник, и во вторник эту ситуацию сегодня в двух словах. Также вам напомню, с чем мы в моменте работаем. Но все-таки пока что делаю акцент на данные по американскому рынку труда. Сегодня в 15.15 по московскому времени выйдет этот отчет ADP, который предваряет Non-Farm Perils. В эту пятницу будет анализироваться важнейший блок статистики по этому сектору американской экономики. Напоминаю, друзья, то, что до того момента, так как мы переключили свое внимание на такие вопросы и понятия, как финансирование госучреждений и, соответственно, задолженность американской экономики, мы говорили о том, когда же ФРС созреет к решению, которое предполагает сокращение программного количественного смягчения и последующее повышение процентной ставки. И, конечно же, опирались на комментарии чиновников ФРС, на заявления руководителя ФРС, Джерома Паула, на рыночные настроения, спекулятивные настроения, которые указывали на то, что вроде бы как уже до конца этого года решение, которое связано с сокращением программы количественного смягчения, должно быть принято. Статистика, которую я назвал, данные по американскому рынку труда, это очень важный индикатор состоянии американской экономики, поэтому этот блок данных может уточнить перспективы ужесточения политики в Штатах. Сейчас, чтобы вы понимали, как лучше действовать, друзья, я повторяю, что non-farm perils, то есть прям основной фактор влияния на курс доллара краткосрочного воздействия, я имею в виду статистического, это пятница. Но до пятницы мы, наверное, будем и дальше больше фокусироваться на рисках для американской экономики из-за вероятного дефолта. Поэтому я на вот эти вот две, по сути, торговые сессии, две с половиной, скажем, среда, четверг и, собственно, до 15-30 по московскому времени пятницы, рекомендую вам смотреть с большим оптимизмом сейчас на курс доллара, потому что американская валюта даже текущим своим краткосрочным движением доказывает, что трейдеры не знают, во что еще вкладывать из-за вот этих рисков, которые сохраняются в экономике. Индекс доллара 94.10, поскольку есть ожидание, что американская валюта сможет подняться, забраться еще выше, соответственно, риска будет проседать. По поводу этих пары слов относительно ситуации с госдолгом. Сегодня, друзья, Сенат, который, собственно, и сопротивляется, и не дает пройти законопроекту республиканцев, будет голосовать по вопросу поднятия лимита государственного долга. Но что-то подсказывает мне, что не будет никакого решения, которого ожидают оптимисты, потому что, судя по тому, что мы услышали от Байдена, президента на США в понедельник, который пытался собственным влиянием, кулуарными переговорами тет-а-тет с ответственными чиновниками Сената, пытался все-таки добиться того, чтобы межпартийные разногласия были преодолены, но не смог. Я думаю, что за, по сути, две торговые сессии чудо не произошло. И поэтому сегодня не жду, что этот вопрос будет по щелчку решен, вопрос, связанный с потолком государственного долга. Если мы говорим о все еще сохраняющейся вероятности дефолта, значит, должны понимать, что вот эта сакральная дата, по сути, дедлайн какого-то апокалипсиса, это 18 октября, когда Минфин пока что имеет еще в своих резервах средства для осуществления расходов, хотя потолок государственного долга уже превысил 28 триллионов. И с 1 октября, по сути, он как бы и не действует. Если до 18 октября республиканцы и демократы не придут к общему знаменателю, то, соответственно, начнется серьезная, крайне негативная и жесткая цепная реакция. Это приостановка выплаты госслужащим, военным, отмены льгот по программе Media Care. Доллар тут же потеряет статус резервной валюты. Будет понижен всеми рейтинговыми агентствами рейтинг США. Но это только лишь половина проблем. Самый главный риск того, что если штаты не выполняют свои обязательства по облигациям, замаячат тот самый дефолт, о котором я вам говорил. Важно отметить, что Байден после разговора с республиканцами не дал обещания своим избирателям, что этот вопрос будет решен, потому что он не может повлиять на республиканцев. Пытается, конечно же, переложить ответственность на оппозиционную партию, партию власти. Но в моменте есть то, что есть. Мне кажется, что и он ответственный за то, что происходит сейчас. Демократы ведь тоже не идут на уступки, хотя республиканцы всего лишь добиваются сокращения государственных расходов. Не давая, конечно же, возможности реализоваться вот этому амбициозному плану Байдена, может быть, из-за которого он и одержал победу, о колоссальных инфраструктурных расходах, якобы, которые должны создать большое количество новых рабочих мест. Друзья, следим за развитием событий. Пока что, если, опять же, верить тому, что сейчас есть на рынке, сегодня должно быть голосование. Но, повторяю, что я не жду прорыва, поэтому доллар понемногу продолжит ползти вверх до лишь вот этого препятствия, которое будет в пятницу в виде данных по Non-Farm Perlus. Я скептически настроен к статистике, поэтому допускаю, что в пятницу после выхода Non-Farm доллар может просесть. До этих пор локально давайте работать с европейской валютой, которая сейчас дисконтирует все вот эти глобальные риски, тем более, что и мягкая политика Европейского Центрального Банка после последних выступлений руководителей Европейского Центрального Банка накануне. И Bank of America тоже рекомендуют ставить на 1.15. Это наша цель, для нее остается 85 пунктов. Друзья, думаю, что сегодня-завтра до этого уровня мы с вами добьем. Золото. Сейчас с золотом лучше не связываться, потому что золото не может расти, когда повышается доходность американских трежерис. Доходность трежерис растет на ожиданиях того, что в пятницу выйдут хорошие данные. Поэтому единственное, что может сейчас развернуть американский рынок долга, это плохая статистика. То есть, к потенциальным покупкам золота и вообще трейду золота мы с вами вернемся только на следующей неделе. Еще несколько инструментов, с которыми я продолжаю работать и вам рекомендую. Это австралийцы. Ждем на отметке 0.71. Спасибо мягкой риторике Резервного Банка Австралии. Она пока располагает тому, чтобы ставить на снижение. Американский фондовый рынок покупки пока только лишь гипотетически рассматриваем их. Но я допускаю, что будет еще снижение, прежде чем мы найдем оптимальный уровень входа. И рынок нефти продолжает расти, потому что страны ОПЕК+, поддержали всю нефтянку. Ведь не согласовали дополнительный рост нефтедобычи, хотя могли. Поэтому потенциально цены будут карабкаться вверх. Если хотите прям рисковать, я ранее говорил, то 85 можно попробовать добраться до этого уровня. Сегодня данные по запасам нефти, кстати, в 17.30 по московскому времени. Посмотрим, как на эту статистику отреагирует нефтянка. Хотя, наверное, сейчас релизы не имеют никакого значения. Нефть растет на ожиданиях еще большего роста спроса. И то, что спрос будет опережать рост предложений. И после последнего решения ОПЕК+, я согласен с такими выводами. И не забывайте, друзья, про топливный кризис, который уже по официальным данным стал причиной более высокого спроса на нефть, дополнительного повышения спроса на нефть в диапазоне от 0,5 до 1 миллиона баррелей в сутки. Потому что дикие цены на газ заставляют промышленность, по возможности, если есть такой функционал производственный, переориентироваться на другие источники генерации топлива, в общем, заставляют их переходить с газа на нефтепродукты. И эта тенденция будет продолжена дальше, потому что зимний отопительный сезон только начинается. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!